добрый вечер добрый вечер уважаемая публика я рад приветствовать вас в этом прекрасном заведении я очень люблю здесь выступать и рад что несмотря на то что сейчас лето все уехали в отпуске кто-то хотя сейчас среди недели вряд ли кто-то на дачах сидит тем не менее я рад что вы нашли время прийти на наш концерт сегодня с вами иванов вайп бэнд и мы исполним программу двух отделений первым будет отделение в стиле фьюжн второе будет наша этно-джаз фьюжн свита под названием картина мира и сегодня будет небольшой сюрприз мы начали делать визуализацию этой свиты и вот 2 2 номера будет уже есть видео рядом и так я приглашаю музыкантов на сцену белой рубашке с контрабасом в черной рубашке играет сегодня александр горох под номером 17 выступает алексей денисов но у него на спине тут футболка татуировка и алексей девухин прячется за нотами и первая композиция которую мы исполним посвящена тем я меня к сожалению слепят фонари я не вижу кто не пьет кофе правильно чем больше вы пьете алкоголя тем лучше мы звучим если бы у вас был кофе с молоком то эта песня была бы для вас но мы сыграем ее несмотря на то что вы пьете вино или что-нибудь покрепче или пиво итак первая композиция кофе с молоком улажно 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 вот улажно Субтитры подогнал «Симон» Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова 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 перейдем к классике. И мы исполнили композицию, которую все знают с детства, вплоть до того, что она даже в рекламе звучала. Это композиция, которую написал Роджерс для мюзикла «Звуки музыки». И она называется «My favorite things», «Мои любимые вещи». Дело в том, что наш контрабасист ненавидит эту песню, и он всегда уходит, когда мы её играем. Давайте его позовем. Слава! Он вернулся. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова 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 А.Кулакова Корректор 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 А.Кулакова Надеюсь, вы ее узнали. А теперь прозвучит, пожалуй, самое философское мое произведение, которое я посвятил одному телесному небесному телу. Да, это пульсар. Все вы знаете, что пульсар – это огромная звезда, которая ходится с огромной скоростью и излучает различные смертельные лучи, и ближайшая из них находится на расстоянии 150 тысяч световых лет. Поэтому мы живы. Итак, пульсар. Продолжение следует... Субтитры создавал DimaTorzok 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 Которая, к сожалению, не смогла прийти на этот концерт, так как она заболела Но я для нее все-таки исполнил эту композицию Хотя я и сказал, что она обязана прийти на следующий концерт Это композиция, которая мне принесла всемирную известность в очень-очень узких кругах Прям в совсем узких кругах, в кругах виброфонистов Это композиция, которая издана во Франции Называется она «Девочка на шаре» И посвящена одноименной картине Пикассо Но каково же было мое удивление, когда я выяснил, что американцы и французы не понимают, что такое «Девочка на шаре» Они знают «Акробатом Зе Бол» Какое разочарование Но пришлось оставить название англоязычное, то, которое я написал на нотах Итак, композиция «Девочка на шаре» Акробатом Зе Бол» Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! 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 Игорь Михайлович рассказал очень интересную историю о следующем произведении «Оно называется «Сон!» Как было дело? Однажды я спал и во всем мне приснилась музыка Я проснулся быстренько, записал то, что у меня осталось в голове И какое удивление, это оказалась музыка Пола Макарка и Джона Леннона Но потом, после небольшой редактуры, я сделал композицию под названием «Сона» «Сон» 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 Субтитры сделал DimaTorzok 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 Начнем мы где-то так, наверное, века с восьмого нашей эры. Видели сериал, да, Викинг про историческое лицо Рагнара Логброка. Это реальное лицо, хотя в сериале все не совсем верно, все по-другому. Но первая композиция называется Драккар. Я уверен, что все знают, но на всякий случай Драккар это парусно-гребная лодка, на которой викинги ходили в Америку, во Францию, в Британию. Завоевали и правили Британией 100, по-моему, 150 лет. И в Россию ходили. В Россию, да, кстати, конечно. В Руссию. Так, итак, представьте. Это вы оформление. Фьорды. У причала снаряжены Драккары. Воины собрались в поход. Вышли провожать их женщины, дети, старики. Они все радуются, что их отцы, мужья и дети отправляются в поход. Они завоевают славу, привезут много награбленного. И всем будет хорошо. А главное, что даже те, кто погибнут, они все равно попадут в Валхаву. И только старики высказывают печаль, потому что они уже не войдут в ворота Валхавы, так как они не погибли в бою. И так воины садятся в свои Драккары и уплывают. Валхавы. 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 Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Добро пожаловать на наш канал! 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 Ири Иван. 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 Ири Иван.